Человек года по версии 4клок 2020. Пришло время голосовать. Биткоин индустрию делает люди. Одни становятся примером для подражания о другие антигероями. 4клок предлагает выбрать самого яркого и влиятельного представителя в 8 номинациях. 1. Биткоин разработка. 2. Прорывные технологии. 3. Наиболее влиятельный глава криптовалютной биржи. 4. Инвестор года. 5. Наиболее влиятельный представитель сектора DeFi. 6. Самый влиятельный аналитик. 7. Лидер мнений. 8. Антагонист года. У вас есть возможность голосовать за и против нескольких людей в одной номинации. В номинации Антагонист года голос за отдается тому, кто, по вашему мнению, принес индустрии и сообществу больше всего вреда. Итоги подведем вместе в конце 2020 года. Поехали! Биткоин разработка. Adam Beck. Blockstream. Liquid Network. Глава ведущей инфраструктурной компании Blockstream Adam Beck является одним из создателей сайта China Liquid, решение, направленного на ускорение перемещения средств между биржами и выпуск цифровых активов на базе биткоина. Спустя пять лет после запуска первого коммерческого приложения на основе этой технологии, Liquid стал по-настоящему востребованным продуктом, объединив в своей сети более 50 участников. В их числе такие известные представители индустрии, как Bitfinex, Ledger и CoinShares. А совокупный объем заблокированных в сайдчайне биткоинов уже более чем вдвое превышает аналогичный показатель Lightning Network. Питер Велле. Blockstream. Chaincode. Labs. Предложения по улучшению биткоина, софтфорки, шнор и топрут станут одним из важнейших обновлений за всю историю существования первой криптовалюты. Помимо повышения масштабируемости и приватности шнор-топрут, также ориентированы на общее улучшение функциональности сети и взаимозаменяемости монет. Также известны как автор протокола Segregate Witness, еще одного важного обновления биткоина. В начале года Питер Велле оформил запрос на их включение в кодовую базу биткоина. В октябре разработчики внедрили обновление в исходный код Bitcoin Core, но сроки его активации пока остаются под вопросом. Джек Малерс. Zapp. Возглавляемый Малерсом американский стартап Zapp занимается разработкой одноименного кошелька на базе протокола Lightning Network. В 2020 году разработчики Zapp Wallet представили продукт под названием Strike, который позволяет оплачивать Lightning инвойсы при помощи исключительно банковских карт, не прибегая к кошелькам и другим традиционным для сети LN решений. Открытое бета-тестирование Strike в рамках программы FinTech FastTrack от платежной сети Visa стартовало в июле. Ближайшая задача проекта – запуск карты Strike для пользователей потребительского приложения и интеграция в него сервиса быстрых платежей Visa Direct. Интерес к разработкам Zapp проявили инвесторы, включая Morgan Creek Digital и Green Oaks Capital. Они профинансировали стартап на 3,5 миллиона долларов США. Николас Дорьер. Bitcoin Pay Server. Процессинговый сервис Bitcoin Pay Server пользуется заслуженной популярностью среди отстаивающих принципы финансового суверенитета пользователей биткоина, позволяя создавать собственные платежные шлюзы и принимать криптовалюту в качестве оплаты за товары или услуги без участия посредников. О признании продукта, который создает возглавляемая Николасом Дорьером команда, сполна говорит, например, грант от Square Crypto Jack Dorsey. В 2020 году Bitcoin Pay Server задействовала для получения пожертвований правозащитная организация Human Rights Foundation, а само решение теперь поддерживает и цифровые активы, выпускаемые в сайт China Liquid. Кроме того, разработчики представили новое приложение Bolt, позволяющее подключать к процессингу любые аппаратные кошельки, сделав тем самым огромный вклад в популяризацию онлайн-коммерции с использованием биткоина. Ян Чапек, Briance Slash Pool В этом году оператор первого в истории биткоина майнингового пула Slash Pool компания Briance представила новую версию операционной системы Briance OS. Она включает в себя полнофункциональный босс-майнер и рабочую имплементацию Stratum V2, протокола, призванного улучшить совместную работу майнеров и пулов, и сделать добычу биткоина более децентрализованной, обеспечивая одновременно с этим более высокий уровень безопасности сети. Разработка Briance OS и Stratum V2 стала результатом работы целой команды разработчиков, включая Питера Тодда из Open Time Stamps и Мэтта Коралла из Square Crypto. Но крестным отцом всего проекта и автором оригинальной идеи является глава Briance Ян Чапек. Прорывные технологии Дэнни Райан Эфириум 2.0 Ведущий разработчик Эфириум Фондейшн Дэнни Райан, возможно, и остается по большей части в тени Виталика Бутерина. Однако именно он является одной из ключевых фигур в разработке Эфириум 2.0. В сентябре он опубликовал официальное предложение EIP 2982, предполагающий запуск нулевой фазы Serenity и, соответственно, начало миграции Эфириум на Proof of Stake. Чарльз Хоскинсон В этом году разработчики под руководством Чарльза Хоскинсона активировали один из главных апгрейдов в дорожной карте проекта под названием Shelly, а его нативный токен ADA закрепился в первой десятке цифровых активов по капитализации. Кардана всерьез наступает на пятки Эфириум, что подтверждает и возможный переход на этот блокчейн проекта SingularityNet. Gavin Wood Polkadot Стоявший у истоков Эфириум, Gavin Wood возглавляет компанию Parity Technologies, которая стоит за разработкой Polkadot – протокола, призванного обеспечить взаимодействие различных блокчейнов. Polkadot называют одним из наиболее перспективных блокчейнов нового поколения и одним из краеугольных камней экосистемы Web3. Запуск основной сети Polkadot состоялся в мае 2020 года, а ее нативный токен DOT к сегодняшнему дню входит в десятку крупнейших по капитализации цифровых активов. Emin Gunsirer Avalanche Разработанный профессором Корнельского университета Eminem Gunsirer протокол Avalanche заявлен в качестве первой платформы смарт-контрактов с полномасштабной поддержкой виртуальной машины Эфириум и пропускной способностью 4500 TPS, что превышает показатели всех существующих блокчейнов. Как говорит сам создатель, уникальность Avalanche в научно обоснованном протоколе консенсуса, который является таким же прорывом, каким в свое время был White Paper Сатоши Накамото и благодаря которому сеть более децентрализована, чем биткоин. JackWon Tendermint Cosmos О запуске Cosmos Hub, первого из серии блокчейнов Proof of Stake, которые в будущем станут частью экосистемы Cosmos, команда Tendermint под руководством JackWon объявила еще в 2019 году. Сегодня Cosmos является одним из наиболее популярных протоколов для создания децентрализованных приложений, в том числе для сектора DeFi, а веру инвесторов в нативный токен проекта Atom подтверждает поддержка стейкинга монеты на Coinbase. На подходе и ключевой продукт Tendermint – протокол Inter-Blockchain Communication. Хуан Беннетт – протокол Labs Filecoin Хуан Беннетт возглавляет калифорнийскую протокол Labs – компанию-разработчика децентрализованной платформы хранения данных Filecoin. Работа над проектом началась еще в 2014 году, а в 2017 году состоялась его ICO, которая стала не только первой в истории регулируемой компанией подобного рода, но и рекордным по собранной сумме – 257 миллионов долларов США. Запуск основной сети Filecoin состоялся 15 октября 2020 года. Александр Скиданов – Near Protocol Сооснователь Near Protocol Александр Скиданов видит миссию проекта в создании OpenWeb – интернета будущего. Протокол работает на базе собственного алгоритма Proof of Stake и стремится решить проблему масштабирования, обеспечив работу ресурсоемких децентрализованных приложений. В мае Near привлек 21,6 миллиона долларов США от крупных венчурных фирм, включая Андресен Хоровиц. Запуск основной сети состоялся в октябре. Анатолий Яковенко – Solana Возглавляемый Анатолием Яковенко проект Solana разрабатывает масштабируемый блокчейн-протокол для создания децентрализованных приложений на основе алгоритма Proof of History. Он предполагает отказ от используемой в Ethereum концепции шардинга, делая вместо этого ставку на протоколы передачи транзакций Turbine и Gulfstream и распределенное хранение данных. При средней пропускной способности в 60 тысяч TPS во время тестов этот показатель достигал 191 тысячу TPS. Летом о запуске децентрализованной биржи на блокчейне Solana объявила FTX, объяснив этот выбор быстротой и дешевизной транзакций. Кроме того, Tether использовала протокол для запуска стейблкоина USDT. Александр Филатов, FreeTone, Tone Labs. В мае 2020 года разработчики Telegram Open Network, крупные пост-валидаторы и сообщества запустили основную сеть FreeTone с нативным токеном Tone Crystal. Оригинальный протокол разработал Николай Дуров и команда Telegram, которым не удалось запустить сеть из-за судебных разбирательств с властями США. Как говорит сооснователь Tone Labs Александр Филатов, одной из ключевых особенностей бизнес-модели FreeTone является раздача 85% от общей эмиссии токенов партнерам, которые обогащают экосистему блокчейна релевантным контентом и вовлеченными пользователями. Чень Юлу, председатель Народного банка Китая. Народный банк Китая намерен обойти другие страны и первым выпустить свою цифровую валюту. Тестирование цифрового юаня, призванного способствовать реализации новой экономической стратегии страны, с опорой на рост внутреннего спроса уже идет, а успехи Поднебесной послужили стимулом для аналогичных исследований в других странах. Наиболее влиятельный глава криптовалютной биржи. Чан Пэн Джао. Бинанс. Бинанс уже на протяжении нескольких лет сохраняет статус одной из крупнейших бирж по объему торгов и регулярно расширяет список предлагаемых сервисов. Под руководством Джао Бинанс ведет активную экспансию, а также участвует в благотворительных инициативах, например, в борьбе с пандемией коронавируса и финансирует разработчиков проектов. Жан-Луи Вандервельде. Битфинекс. Ветеран индустрии Битфинекс, хотя и потерял лидирующие позиции по объемам торгов, по-прежнему играет важную роль на рынке, обеспечивая значительную часть ликвидности. В текущем году платформа представила решение, упрощающее перемещение ликвидности между централизованными биржами и DEX, запустила кастодиальный сервис для институциональных клиентов, а также внесла свой вклад в развитие сети Lightning Network. Не стоит забывать и о тесной связи Битфинекс Стэдер, который сегодня является наиболее востребованным среди трейдеров инструментом. Джесс Пауэл. Кракен. Джесс Пауэл продолжает реализацию своего долгосрочного видения по превращению Кракен в одного из крупнейших игроков на рынке. В этом году калифорнийская биржа расширила географию предоставляемых услуг, в том числе путем слияний и поглощений. Предложила ряд новых услуг, а также укрепила штат известными представителями индустрии, включая бывшего президента блокчейн Марка Сантори. В сентябре Кракен первой в США получила статус депозитарного учреждения специального назначения, что наделило ее функциями традиционного банковского учреждения. Брайан Армстронг. Коинбейс. Несмотря на активность конкурентов, крупнейшая криптовалютная биржа США сдавать завоеванные позиции не намерена. Некоторые шаги Коинбейс и персональные взгляды CEO Брайана Армстронга, возможно, разделяют не все. Но это не мешает компании расширять список предлагаемых услуг и поддерживаемых активов, а также наращивать инвестиции в инфраструктурные проекты, в том числе в секторе DeFi. Братья Уинклвоссы. Gemini. Потерпев неудачу с запуском Bitcoin ETF, в 2020 году братья Уинклвоссы заметно активизировали работу на других направлениях, в том числе в области укрепления торговой инфраструктуры и повышения безопасности. Летом Gemini заняла первое место в рейтинге торговых площадок CryptoCompire, а также получила аккредитацию известного своей строгостью финансового регулятора Великобритании. Артур Хейес. BitMEX. Несмотря на проблемы с властями США и обвинения в рыночных манипуляциях, BitMEX вносит важный вклад в развитие первой криптовалюты, выделяя гранты разработчикам. Инвестор года. Барри Силберт. Digital Currency Group. Grayscale Investments. Барри Силберт – серый кардинал индустрии. Наверное, именно так можно назвать главу Digital Currency Group, в состав которой входит в том числе и инвестиционная компания Grayscale Investments. По состоянию, на конец сентября только в отдельно взятом биткоин-трасте Grayscale находилось 450 тысяч биткоинов или 2,4% от эмиссии на тот момент. При этом DCG не только продолжает инвестировать в различные криптовалютные проекты, но и вышла в этом году на рынок майнинга биткоина. И все это не считая растущего спектра предложений для институциональных инвесторов. Дэн Морхед. Pantera Capital. Криптовалютный хедж-фонд Pantera Capital – один из ключевых участников индустрии. Согласно июльскому отчету, доходность Pantera Bitcoin Fund за 7 лет составила свыше 15 тысяч процентов. Pantera Digital Asset Fund с позициями в DeFi-сегменте – 86% с начала года. Инвестиционный портфель компаний включает такие известные компании и проекты, как Abra, Bact, Bitstamp, The Block, Brave, Circle, Coinbase, ErisX, Near, Ripple, Shapeshift, Tagomi и Zcash. Глава фирмы Дэн Морхед убежден, что уже летом 2021 года биткоин будет стоить более 100 тысяч долларов США. Mark Andresen. Andresen Horowitz. В апреле 2020 года ведущая венчурная компания Кремниевой долины Andresen Horowitz привлекла 515 миллионов долларов США в свой второй ориентированный на криптовалютную индустрию фонд, после чего возглавила раунд финансирования протокола NIR в размере 21,6 миллиона долларов США. В сентябре Mark Andresen присоединился в качестве наблюдателя к совету директоров Coinbase, в которую A16Z инвестировала ранее. Mike Novogratz Galaxy Digital. Недавние многомиллионные убытки Galaxy Digital не остудили энтузиазм Майка Новоградца. В 2020 году компания заключила партнерство с платформой BACT с целью создания торгового и кастодиального решения для институциональных инвесторов. Возглавила вместе с Bitmain приватный токенсейл Avalabs на 12 миллионов долларов США. Вошла в число акционеров, ориентированного на сектор DeFi фонда Parafy Capital, а также объявила о планах по созданию единого окна услуг для майнеров биткоина. Michael Saylor. MicroStrategy. Michael Saylor возглавляет MicroStrategy, котирующегося на NASDAQ поставщика аналитического ПО, который стал первой публичной компанией, инвестировавшей часть капитала в биткоин. В том, что биткоин является инструментом сохранения капитала и полностью отвечает статусу цифрового золота, Saylor убежден. Пол Тюдор Джонс. Тюдор Инвестмент. Основатель хедж-фонда Тюдор Инвестмент Пол, чье состояние оценивается в 5,1 миллиарда долларов США, держит 1-2% своих активов в биткоине. Своим клиентам он предложил включить в портфель биткоин-фьючерсы, назвав криптовалюту не только самым быстрым скакуном, но и страховкой против политики центральных банков. Наиболее влиятельный представитель сектора DeFi-CFi – Hayden Adams, Uniswap. Несмотря на сомнения в децентрализованной природе проекта, протокол Uniswap вышел в лидеры сектора DeFi и уверенно возглавляет рейтинги DeFi Pulse по объему заблокированных средств. Этому помог запуск второй версии платформы, полученной 11 миллионов долларов США инвестиций и, конечно же, запуск собственного токена управления Uniswap. В августе суточный оборот Uniswap впервые превысил аналогичный показатель крупнейшей биржи США Coinbase. Стани Куличев, AVI. Лендинговая платформа AVI – еще один важный игрок в секторе DeFi, входящий в пятерку крупнейших проектов по объему заблокированных средств. В октябре AVI получила 25 миллионов долларов США инвестиций от Blockchain Capital, Standard Crypto и Blockchain.com и направит эти средства на развитие институционального кредитования. Несколько ранее проект привлек 3 миллиона долларов США в результате продажи токенов LEND фондом Framework Ventures и Three Arrows Capital. Сергей Назаров – Chainlink Под руководством Сергея Назарова Chainlink стал важной частью DeFi сектора. Существенная часть экосистемы полагается на предлагаемых проектом оракулов цен, которые уже стали отраслевым стандартом. Проект занял нишу, в которой практически нет конкуренции, став по сути монополистом. Алекс Машинский – Celsius Network Алекс Машинский известен как создатель оригинальных протоколов и алгоритмов для голосовой связи по IP, положивших начало эры бесплатных интернет-коммуникаций. Сегодня он с головой окунулся в мир криптовалют и возглавляет лендинговую платформу Celsius Network, в которой видит возможность предложить обществу альтернативу банковским услугам. Однако он убежден, что сделать это, используя исключительно децентрализованные решения, невозможно, а задача Celsius в том, чтобы создать мост между двумя мирами – централизованным и децентрализованным. Летом Celsius Network провел краудфандинговую кампанию, собрав более 20 миллионов долларов США. Роберт Лешнер – Compound Возглавляемая Робертом Лешнером лендинговая платформа Compound на определенном этапе в этом году выбилась в лидеры сектора DeFi. Считается, что именно с выпуска токена управления комп началась лихорадка доходного фермерства. В октябре возглавляемая Лешнером компания Robot Ventures привлекла 4 миллиона долларов США для своего второго фонда, который займется развитием DeFi-проектов. Андреа Кранье – Yern Finance Ориентированный на доходное фермерство проект Yern Finance стремительно ворвался в сектор DeFi в июле этого года. Всего за неделю с момента запуска токен YFI вырос с 34 долларов США до 4500 долларов США. И после череды взлетов и падений в сентябре достиг максимальной отметки в 43 678 долларов США. Можно по-разному относиться к самой концепции доходного фермерства и связанных с ним рисков, так же как и к выпуску бесполезных токенов. Но Кранье определенно оставил свой след в истории DeFi. Антон Буков – OneInch Exchange Антон Буков развивает популярный DEX-агрегатор OneInch. Занимается разработкой программного обеспечения с 2002 года. Призер хакатонов от MakerDAO, Set Protocol и Cyber Network. Самый влиятельный аналитик. План B – автор модели Stock to Flow За псевдонином План B скрывается участник команды институциональных инвесторов с активами под управлением на 100 миллиардов долларов США, научной степенью в области финансовой математики, повидавший кризис 2008 года из самого эпицентра. В те годы 40-летний голландец в ответ на беспрецедентные меры центробанков занялся поиском некоррелируемых активов – своеобразный План B. В итоге, с 2015 года он пришел к инвестициям в первую криптовалюту. План B неоднократно заявлял, что продвигаемая им модель Stock to Flow, применяемая крупными инвесторами на рынке золота, подтвердит его прогноз, согласно которому цена биткоина вырастет до 100 тысяч долларов США к концу 2021 года. Концепция подвергается критике, но сам План B ее пересмотрел в сторону повышения. Новый прогноз предполагает взлет первой криптовалюты до 288 тысяч долларов США при капитализации 5,5 трлн долларов США. Ник Картер. CoinMetrix. Еще в 2018 году партнер венчурной фирмы Castle Island Ventures и сооснователь аналитического ресурса CoinMetrix, Ник Картер, заявил, что рыночная капитализация является нерациональным и неточным инструментом измерения объемов заключенного в биткоине капитала. Тогда он предложил альтернативный инструмент – реализованная капитализация, в основе которой лежит агрегация UTXO с учетом цены биткоина при их последней активности. В этом году CoinMetrix предложили новые методы расчета хешрейта биткоина – CMBI Bitcoin Hash Rate Index и показатели Absurd Work, которые дадут более актуальную, точную и устойчивую к манипуляциям картину хешрейта, чем традиционные способы его оценки. Эти метрики во многом легли в основу фьючерсных контрактов на базе хешрейта первой криптовалюты, позволившие трейдерам зарабатывать не на колебаниях курса, а на росте экосистемы. Mike McGlone Bloomberg Intelligence Главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Mike McGlone специализируется на анализе макроэкономических факторов, способных стать катализатором роста или спровоцировать снижение цен наиболее популярных среди инвесторов активов, включая биткоин. Среди его прогнозов рост первой криптовалюты выше 20 тысяч долларов США к концу года. Биткоин он называет лидером в сдвиге парадигмы в сторону цифровых денег и средства накопления и допускает невысокую вероятность альтернативных сценариев. Райан Селкис, Райан Уоткинс, Миссари Аналитический сервис Миссари зарекомендовал себя в качестве важного источника актуальных данных о состоянии криптовалютного рынка. Аналитические данные, метрики и исследовательские отчеты – все эти важные для инвесторов и трейдеров инструменты – являются результатом кропотливой работы, основанного Райаном Селкисом проекта. Одну из ключевых функций в котором выполняет руководитель отдела исследований компании Райан Уоткинс. Ларри Чермак, The Block Глава исследовательского отдела The Block Ларри Чермак – еще один авторитетный голос в мире криптовалют. Его регулярные аналитические отчеты помогают оценить как более широкую картину состояния индустрии, так и ее более узкие аспекты, включая анчейн-метрики и текущее положение дел у бирж. Майкл Гронагер, China Leases Аналитическая компания China Leases известна не только своими инструментами по отслеживанию происхождения криптовалютных транзакций, но и полезными исследовательскими отчетами. Среди них вышедшее в сентябре масштабное исследование Global Crypto Adoption Index, согласно которому наиболее активными пользователями криптовалют в мире являются жители России и Украины, а также Geography of Cryptocurrency Report, в котором Восточная Европа названа лидером по активности на Darknet рынках. Исаак Шварц, GoldFundingSheet TM Исаак Шварц является создателем и автором аналитического телеграм-канала GoldFundingSheet. До прихода в криптоиндустрию работал инженером по коммуникациям и техническим специалистом в филиале одного из операторов сотовой связи. Лидер мнений Jack Dorsey Twitter Square CEO Twitter и платежной компании Square Jack Dorsey не скрывает своей любви к биткоину, в котором видит будущую нативную валюту интернета. Свои слова он подкрепляет делами. Square инвестировала в первую криптовалюту 1% своего капитала – около 50 миллионов долларов США на момент сделки. А ее криптовалютное подразделение активно поддерживает грантами разработчиков. Twitter стал первой социальной сетью, добавившей эмодзи биткоина. Павел Дуров, Telegram Создатель популярного мессенджера, хотя и потерпел неудачу с запуском блокчейн-платформы Telegram Open Network, продолжал на протяжении последних месяцев противостояние с Роскомнадзором, который в итоге отказался от идеи блокировки ресурса. Тем не менее, он убежден, что движение под названием «цифровое сопротивление» на этом не заканчивается. А раскритиковав Apple за блокировку определенных каналов, в Apple утверждение Дурова опровергли, призвал разработчиков бороться с цензурой в других странах. Telegram на собственном примере показал возможные для этого способы, включив для пользователей из Беларуси инструменты антицензуры. Энтони Помплиано – Morgan Creek Digital Сооснователь Morgan Creek Digital Энтони Помплиано – убежденный сторонник биткоина, в том числе доказывающий его преимущество перед золотом. По его мнению, к 2030 году капитализация биткоина превысит аналогичный показатель драгоценного металла. По собственному заявлению, он перевел в первую криптовалюту 80% активов. Ton Waze – аналитик, трейдер Резидент 4 Clock Life Ton Waze также не скрывает своей веры в превосходство биткоина над остальными криптовалютами и причисляет себя к категории шиткоин-минималистов. По его словам, отсутствие Тузимуна должно разозлить людей настолько, чтобы они начали продавать биткоин. Именно это послужит толчком к его стремительному росту в будущем. Популярные ныне DeFi-проекты он называет ничем иным, как схемами Понци. Алексей Кириенко – управляющий партнер Exante. Алексей Кириенко подвергает жесткой критике действия регуляторов по всему миру и убежден в ошибочности самой теории о том, что криптовалюты помогают в отмывании денег. По его словам, в классическом смысле отмывания в криптовалютах вообще не существует. Этот процесс касается исключительно банковской сферы. Ранее он заявлял, что биткоин является одним из наиболее безопасных активов и должен быть в портфеле каждого инвестора. Стив Форбс – главный редактор Forbes. Ряды сторонников биткоина пополнил главный редактор и член семьи основателей делового издания Forbes – Стив Форбс. Криптовалюты он называет защитным инструментом против нестабильной экономической политики государств и технологически продвинутым криком о помощи. По его словам, биткоин приобретает особую актуальность, когда правительства прибегают к раздаче бесплатных кредитов и количественному смягчению для восстановления экономики. Артем Козлюк. Роскомсвобода. Руководитель общественной организации Роскомсвобода Артем Козлюк является убежденным сторонником защиты прав людей, в том числе в интернете. По его словам, под предлогом борьбы с коронавирусом цифровые права граждан нарушаются все чаще, а спектр используемых технологий расширяется и включает в себя разнообразные способы отслеживания поведения. Среди инициатив Роскомсвободы – компания против распространения систем распознавания лиц без общественного контроля – Бэнкэм, отслеживания нарушений цифровых прав в период пандемии – Pandemic Big Brother, а также компания за легализацию криптовалют LegalBitcoin. Михаил Чабанян. Кюна. Основатель криптовалютной биржи Кюна Михаил Чабанян является не только участником дискуссии о будущем индустрии в Украине, но и занимает активную гражданскую позицию. В сентябре Кюна отклонила запрос Департамента финансовых расследований Республики Беларусь, который потребовал предоставить информацию о некоммерческой организации «Белорусский фонд солидарности», выплачивающей компенсации в биткоинах. Антагонист года. Крэхрайт. Bitcoin SV and Chain. Австралиец Крэхрайт в представлении не нуждается. Объявив себя создателем биткоина, убедить в этом сообщество он не смог, однако продолжает стоять на своем, занимаясь, среди прочего, развитием проекта Bitcoin SV. Происходит это на фоне многочисленных скандалов, в том числе связанных с громким судебным процессом клейман против Райта. Джихан Ву и Микри Чжан. Bitmain. Сооснователи Bitmain Джихан Ву и Микри Чжан устроили корпоративную войну за контроль над крупнейшим производителем ASIC-майнеров в мире. Justin Sun. Tron Foundation. Скандалы преследуют Джастина Сана на каждом шагу. Вполне благие намерения, как, например, попытка убедить миллиардера Уоррена Баффета в ценности криптовалют, перечеркнула атака на платформу Steam, вызвавшая критику сообщества получения 2 миллионов долларов США финансовой помощи от властей США в период пандемии коронавируса, а также отказ от выплаты обещанной награды в размере 1 миллиона долларов США за информацию о взломе Twitter. В расследовании The Verge говорится, что в стремлении извлечь прибыль Джастин Сан готов поступиться принципами морали, а в основе его бизнеса не технологии, а бордель маркетинг. Джон Макафи. Вся жизнь Макафи – сплошная череда инцидентов и скандалов, кульминацией которой стал его арест в октябре этого года после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на него в суд за продвижение ICO-проектов в Twitter. Помимо этого, Минюст США обвиняет его в уклонении от налогов. Питер Шиф делает ставку на золото и не верит в биткоин. Один из наиболее известных критиков биткоина Питер Шиф в начале года попал в курьезную ситуацию, сообщив о потере доступа к своему кошельку блокчейн. Позднее выяснилось, что он перепутал пин-код с паролем, а копии сид-фразы у него не осталось. Однако больше внимания продолжает привлекать его регулярные заявления о том, что биткоин не может считаться защитным активом. По его мнению, этими свойствами обладает только золото. Усомнился он и в умственных способностях инвесторов в биткоин. При этом по состоянию на конец октября цена первой криптовалюты с начала года выросла более чем на 80%. За это же время золото подорожало на 26,3%. Самого Шифа обвинили в том, что управляемый им Европасифик Бэнк предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам. Грэм Кларк. Взломавший Твиттер 17-летний хакер. Одним из наиболее громких событий года стал взлом социальной сети Твиттер. В результате атаки скомпоментированными оказались 45 аккаунтов известных личностей. Главным подозреваемым стал 17-летний житель Флориды Грэм Кларк. Подростку предъявили 30 обвинений, в том числе организованное мошенничество, неправомерное использование персональных данных и неавторизованный доступ к чужим устройствам. Также, по данным спецслужб, в результате хакерской атаки Кларк похитил биткоины на сумму около 120 тысяч долларов США. В случае доказательства его вины он может провести до 200 лет в тюрьме. Редактор субтитров А.Семкин